Если верить синоптикам, то запланированные на эти выходные походы на шашлыки придется отложить, потому как уже 12 мая наш край накроет мощный циклон, который придет к нам из Китая. Причем, по словам специалистов, по всему региону циклон будет проходить очень медленно, поэтому в течение примерно пяти дней в той или иной степени станет оказывать влияние на погоду. В Приморье ожидаются ливни, грозы и ветер. При этом дождь будет избирательным. Одни районы затронет сильнее, в других просто поморосит. А вот на север края на некоторое время снова вернется зима и даже выпадет снег. Правда, только мокрый. В Владивостоке такая погода, не очень сильные дожди, ну, скажем так, дождливо, пасмурно и прохладно. Специалисты утверждают, что несмотря на мощный циклон, ураганы и сильные ветры Владивостоку все-таки не грозят. Да и температура воздуха отрицательной уже не будет. Но все-таки дождя на этих выходных не избежать. Ну, конечно, испортят. Хотелось бы погулять с ребенком где-нибудь, покататься. Вот так придется дома, наверное, сидеть целый день. Нет, наверное, нет. А что вы хотели делать? Я работаю. Вы знаете, вообще-то я здесь в гостях. Вот. И ваш дождь мои планы не испортит. Синоптики также называют дату, когда в крае потеплеет. Ориентировочно это произойдет 16 мая. С этого дня обещают потепление до 30 градусов. Но это будет кратковременным явлением. В конце мая снова придут дожди и похолодания. Такие перепады, по мнению некоторых ученых, могут быть связаны с астрономическими явлениями. В мае небо над Владивостоком особенно богато на космические сюрпризы. Так, в начале этого месяца владивостокцы могли наблюдать так называемый «звездный дождь». А уже 25 мая состоится очередное суперлуния. Спутник Земли максимально приблизится к нашей планете. Расстояние от нас до Луны будет всего 360 тысяч километров. Отдельно стоит отметить, что население Приморья активно следит за космическими метаморфозами. В прошлом году я видела оптическое явление два Солнца. Правда, это было так удивительно. Ну, только если наблюдали, как на охоте в шмаках и в теге, когда зорница была, когда там все сияло. То есть ни грома, ничего, просто сверкает вся тайга. Это прикольно. А так ничего такого больше не видел. Затмения, луны, солнечные. Наверное, там леониды, все эти вещи. Ну, только солнечное затмение один раз. И если мне память не изменяет, что-то похоже на звездопад. Ученые разных стран до сих пор спорят, влияют ли подобные космические явления на погоду на Земле или нет. В природе все абсолютно взаимосвязано. Но я думаю, что человеку еще нужно лет тысячу для того, чтобы во всем этом разобраться. А что касается нашего приморского лета, то синоптики смеются, что сначала нужно пережить май. Однако уже говорят, что солнечное лето во Владивостоке раньше июля не наступит. Июнь традиционно будет сопровождаться туманами, моросью и температурой чуть выше 10 градусов тепла. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.